Может быть, кого-то разочарую, может быть, это будет какая-то там даже мини-сенсация, но за меня в институт поступал совершенно другой человек. Раньше паспорта выглядели по-другому, там паспорта СССР. То есть там они вот эти странички, они скрепочкой скреплялись, и можно было скрепочку раскрепить, поменять вот страничку с фотографией, а фамилия и имя было на другой странице. Совершенно другой человек мог пойти со своей фотографией, с твоим именем пойти и сдать за тебя экзамен. В общем-то, так я и поступил в институт в свое время. Не на юридические факультеты, а именно на инженерные. То есть я не готовился, попросил товарища, один товарищ сдал математику, другой сдал физику, по-моему, или химию. И так я поступил в институт, но я не смог обмануть сам себя, то есть в итоге я там и не смог учиться. Сейчас, конечно, система более совершенна, это правильно. И вообще молодежь сейчас другая. Я помню себя, я был таким вот разгильдяем, я занимался усиленно спортом, там сначала водными лыжами, потом там тяжелая атлетика, это не странно, может сейчас я выглядел совершенно по-другому. И у меня были другие жизненные приоритеты, это были лихие 90-е, там девочки должны были быть моделями, мальчики бандитами. Либо бандитами, либо очень крутая была профессия работать в автосервисе, это вообще как бы был предел мечтаний. Сейчас, конечно, другие ценности, другие авторитеты, и поэтому нужно готовиться. И вот эта система ЕГЭ, как бы ее не ругали, это все-таки шаг вперед. То есть он ставит на второй план, не совсем уводит, но ставит на второй план связи, деньги и так далее. То есть человек, если обладает способностями, талантом и желанием, то он может поступить в любой вуз, который он захочет. Это, на мой взгляд, очень важно.